В Швеции и Норвегии в эти дни продолжается Нобелевская неделя, в ходе которой определяют лауреатов престижной премии в 2020 году. Уже названы обладатели наград по физиологии и медицине, физике и химии. Об удивительных открытиях расскажу в следующие несколько минут. Это Актуально. Здравствуйте! Открыли в этом году Нобелевскую премию объявлением лауреатов по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Харви Альер и Чарльз Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон. Они получили награду за исследование гепатита С. Ученые смогли найти виновника опасной болезни и благодаря их работе угроза этого вируса для человечества теперь может исчезнуть. Впервые в истории вирус гепатита С теперь можно вылечить. Открытие лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней. Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр. Лауреатами также стали три человека. Среди них немецкий астрофизик Рейнхард Гензель и американский астроном Андреа Гесс. Они обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Ученые пришли к выводу, что единственным объяснением этому может стать сверхмассивная черная дыра. Третий лауреат премии – британский физик-математик Роджер Пенроуз. Роджер Пенроуз изобрел гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Он показал, что теория приводит к образованию черных дыр, монстров времени и пространства, которые захватывают все, что в них входит. Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по химии – это Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Престижная награда досталась исследователям за развитие метода редактирования генома – так называемые генетические ножницы. С помощью новой технологии ученые могут с высокой точностью изменять или заменять нежелательные фрагменты ДНК животных, растений и микроорганизмов. Это оказало огромное влияние на науки о жизни и уже вносит вклад в новые методы лечения рака и наследственных заболеваний. Впервые награду по химии получили исключительно женщины. Будущее за использованием этого метода. И тут мы ограничены только нашим воображением. Сейчас мы улучшаем растения, ведутся исследования в области медицины и первые результаты очень многообещающие. Возможно, некоторые болезни однажды останутся в прошлом. Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов в этом году отменена из-за пандемии коронавируса. Это произошло впервые с 1944 года, когда награды не вручали из-за Второй мировой войны. В 2020-м Нобелевская премия предусматривает вознаграждение в сумме около 1 миллиона 100 тысяч долларов. Это актуально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова